Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Анна Кокорина и в этом выпуске. Шесть человек в больнице ЧП на трассе Омск-Новосибирск. Толкнулись большегрузы и пассажирский транспорт. Открытие поликлиники вновь откладывается. Александр Бурков жестко раскритиковал работу подрядчика. Больше 100 миллионов в бюджет города от беглого экс-чиновника. Вадима Меренкова обязали вернуть крупную сумму. Снимут счет долго. У нарушителей ПДД штрафы будут автоматически списывать с банковских карт. Первый театральный форум Сибири пройдет в Омске. Идея проекта поддержал министр культуры страны. О чем еще договорились Владимир Мединский и губернатор Александр Бурков. И чумы не будет. Угрозы распространения опасного вируса среди свиней в регионе больше нет. Пассажиры автобуса, пострадавшие в аварийной магистрали Омск-Новосибирск, пошли на поправку. Их жизни ничего не угрожает. Но у многих еще сохраняется шоковое состояние. ЧП произошло накануне поздно вечером на трассе Иртыш. Автобус столкнулся с грузовиком и улетел в Кювет. Пострадали 6 человек, в том числе водитель пассажирского транспорта. Кареты скорой помощи доставили людей в местную больницу. У одной женщины перелом предплечья. Остальные получили травмы от ушибов до сотрясения мозга. Всего в автобусе находилось 47 человек. Тех, кто не получил увечья, разместили в гостинице неподалеку от места аварии. Причины ДТП не называются. Полиция проводит проверку. Открытие поликлиники на левом берегу вновь откладывается. Строящееся здание накануне вечером осмотрел губернатор Александр Бурков. Главу региона возмутила очередная отсрочка. Появление столь современной и крупной клиники жители микрорайона ждут уже не один год. Создать поликлинику строители должны были к 300-летию Омска, то есть два года назад. Но из-за проблем с подрядчиком работы затянулись. В декабре 2017 года глава региона поручил выделить деньги на достройку из областного бюджета. Ход работ на проблемном объекте Бурков контролировал лично. И в частности в июне губернатора заверили. К 1 ноября полностью укомплектованная поликлиника откроет двери пациентам. Однако строительство продолжается. И по сей день подрядчик уверяет, что сделать осталось не так много. Но губернатора такое объяснение не устроило. Три кабинета, самые проблемные остальные, там вся мелочок. То есть там, в принципе, страшного-то ничего нет. Понятно, что это надо было разное. Страшно одно. То есть было сказано, что мы заедем сюда осенью, и больница будет принимать, поликлиника будет принимать осенью людей. Вон весь микрорайон стоит ждет, да? Сейчас выясняется, что мы даже там к Новому году никого не примем. И еще дай бог, чтобы это в январе или феврале приняли. Ну, постараемся к февральу, конечно. В этом вся проблема-то у нас с вами. Ну, делаем это бездумно, понимаете? Строят, одни строят, другие эксплуатируют. То есть это как из серии, как у Райкина. Пуговкам претензии есть? Нет. Я отвечаю за пуговки, все. То, что костюм одеть нельзя, это уже как-то никого почему-то не волнует. В этом вся беда. Цены на бензин перестанут расти, по крайней мере, до весны. Заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Казак. Он заверил, договоренность достигнута с нефтяными компаниями и АЗС. Цены на заправках заморожены до 31 марта 2019 года. Исключение – зимнее дизельное топливо. Оно все-таки подорожает примерно на 2 рубля за литр. При этом дефицита бензина не будет, уверяют в правительстве страны. Нефтяников обязали увеличить объемы продукции на 3%. Если они не выполнят условия договора, им будет грозить штраф. В Омске отремонтируют дворец культуры «Звездный». Это стало известно сегодня на заседании Горсовета. Депутаты обсуждали формирование бюджета города на следующий год. 60% средств пойдут на социальные нужды. Это около 11 миллиардов рублей. Планируется строительство двух детских садов, каждый на 110 мест. И двух школ на 550 мест. Предположительная дата начала работ – январь следующего года. Около 4 миллионов рублей выделят на ремонт дворцов культуры. И сегодня стало известно, что 2,5 миллиона пойдут именно на работы в ДК «Звездный». Там фасадные вещи, там прилегающая территория. И, скажем, те, ну, внутрянку. То есть немножко сделать ремонт. Потому что там, конечно, не делался ремонт порядка 20 лет. Добавлю, городской бюджет на следующий год будет дефицитным. Предварительно расходы составят 18 миллиардов 330 миллионов рублей. Что на 900 миллионов больше, чем ожидаемые поступления в казну. Эту разницу депутаты надеются восполнить за счет дополнительных доходов. В частности, за счет налогов. Уже известно, что в этом году эта статья дохода принесла на 20 миллионов рублей больше, чем ожидалось. Установленные. Омского экс-чиновника Вадима Миренкова заставят вернуть в бюджет 108 миллионов рублей. Кировский районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Минимущества. Напомню, Миренков, еще будучи замдиректора Департамента имущественных отношений, не повысил арендную плату омской компании. Бюджет Омска в итоге недополучил почти 900 миллионов рублей. Экс-чиновника обвинили в халатности. Однако уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности. Но прокуратура потребовала возместить полную сумму ущерба. Однако по решению суда Миренков заплатит только восьмую часть. Сейчас он отбывает наказание в колонии за махинации земельными участками. По этому обвинению с него также пытаются взыскать деньги – 130 миллионов рублей. В Омске усилят контроль за безопасностью в школах и детских садах. До конца года будет разработана спецпрограмма. Тему обсуждали сегодня в региональном правительстве. О том, что уже сделано, журналистам пояснила министр образования Татьяна Дернова. Сейчас в министерстве идут совещания с полицией, Росгвардией и Федеральной службой безопасности. Специалисты просчитывают, как обеспечить все омские школы системами видеонаблюдения и металлодетекторами. Вариантов много. Если говорить даже о видеонаблюдении, мы просчитываем варианты. Или полная установка, или покупка, скажем так, услуги, если оборудование находится в какой-то другой организации. То есть мы просчитываем все варианты, наиболее эффективные для бюджета, но в первую очередь эффективные для обеспечения безопасности. Обойдется дорого. Мы это все понимаем, но жизнь детей, она, знаете, в рубли не переводится. Речь на заседание зашла также о поощрении народных дружинников, тех, кто следит за безопасностью на улицах в свое личное время. Инициатива принадлежит управлению региональной безопасности, однако губернатор поручил доработать проект, чтобы стало понятно, какие именно бонусы положены добровольцам. Будут ли это бесплатные билеты в театр, кино или музей. Ну есть северный театр, куда есть спрос. Может быть, кота какая-то, я не знаю, раз квартал семья бесплатно посетила. Могут ли дети добровольного вот этого товарища посещать кинотеатры? У нас в районных центрах в 29 районах они есть. Значит, протокольно доработать данное постановление в дальнейшем. Минкультуре, Минспорту, другим, может быть, Минобразованию, Соцзащите посмотреть то, что мы можем сегодня предоставить поперечню. Чтобы это действительно, я не знаю, чувствительно было. То есть люди понимали, зачем они идут, почему они рискуют жизнью, почему они берут на себя дополнительную общественную нагрузку. Угрозы свиной чумы больше нет. В этом году Томская область получила статус благополучной по АЧС. Соответствующее решение принял Федеральный Россельхознадзор. Ведомству представили все необходимые доказательства о том, что появление новых очагов опасного вирусного заболевания в регионе маловероятно. За полтора года с момента выявления острой инфекции специалисты кремировали больше 20 тысяч зараженных свиней. Это почти полторы тысячи тонн мяса. Убытки пострадавшим фермерам компенсировали. Из резервного фонда областного правительства выплатили больше 170 миллионов рублей. Напомню, вакцины от африканской чумы свиней пока нет. Впрочем, сейчас ее начали разрабатывать испанские ветеринары. Уже проводятся опытные исследования. В Омске пройдет Сибирский театральный форум. Об этом договорились губернатор Александр Бурков и министр культуры России Владимир Мединский. Глава федерального ведомства посетил Омск с рабочим визитом. Он поддержал идею Александра Буркова сделать Омск площадкой для встречи лучших театральных коллективов со всей Сибири. В рамках Сибирского форума пройдут различные тренинги, мастер-классы, будут работать творческие лаборатории. Форум пройдет в 2019 году. Символично, что он объявлен годом театра в России. Из регионального бюджета выделят 75 миллионов рублей на поддержку гастролей омских театров, проведение культурных акций, театральных фестивалей и создание новых спектаклей. Напомню, находясь в Омске, Владимир Мединский осмотрел восстановленную галерку и остался очень доволен тем, как преобразился театр. Министр отметил, что Омская область в лидерах по участию в федеральных культурных программах и пообещал дальнейшую поддержку значимых проектов. Речь, в частности, идет об открытии в Омске музея Эрмитаж Сибири. Что касается Эрмитаж Сибири, конечно, было бы... Я проверил сейчас по пути. Все, что связано с финансированием, финансирование подтверждено с нашей стороны. Я готов приговорить руководство Эрмитажа, чтобы они ответственно подошли оперативно к организации первого совместного выставочного проекта. И если мы успеем, если вы успеете к российско-казахстанскому форуму закончить общестроительные работы, оборудование, создание всего экспедиционного пространства, мне кажется, это будет колоссальным подарком. Это вообще будет первым филиалом такого масштаба крупнейшего федерального музея за Уралом. Так что Омск сможет еще раз подтвердить репутацию культурной столицы Сибири. Владимир Мединский также отметил, что в Минкульте готовы продолжать работу по открытию современных сельских кинотеатров. В Омской области такая потребность сохраняется в трех районах. Не прекратится и масштабный ремонт домов культуры в районных центрах. Этот совместный проект министр культуры назвал успешным. Кроме того, у региона есть возможность стать пилотной площадкой для еще одной федеральной программы по модернизации библиотек. Книгохранилища в Минкульте хотят превратить в современные досуговые и образовательные центры, где можно будет не только взять на время книгу, но и провести творческую встречу, пообщаться с авторами, воспользоваться скоростным интернетом и просто выпить кофе. Чтобы претендовать на грант, региону нужно лишь запланировать долю софинансирования. Омичей просят активнее голосовать за человека, чьим именем назовут аэропорт. Накануне определили тройку лидеров. Это авиаконструктор Туполев, герой Советского Союза Карбышев и народный артист Ульянов. Оставить мнение может каждый по всему городу открытый пункт, где дежурят волонтеры. В аэропорту, на ЖД вокзале, в крупных торговых центрах и в нескольких вузах. Выбрать Туполева, Карбышева или Ульянова можно и на официальном сайте Великие имена России. Там же омичи могут следить за ходом голосования. Результаты будут ежедневно размещаться на сайте и обновляться на сайте Великие имена России до 12 часов каждого дня. Поэтому, в принципе, результаты эти можно будет видеть до 12 часов. Вы можете задать вопрос, а как будут учитываться анкетированные данные. Но по мере поступления будет в течение дня добавляться. И на 12 часов будет всякий день до 30 ноября свежая информация. Сегодня секретарь общественной палаты Лидия Герасимова и сама проголосовала. Тайны делать не стала. Выбор в пользу Андрея Туполева. К слову, назвать аэропорт именем легендарного авиаконструктора хотят еще в нескольких городах. А вот директор омской драмы Виктор Лопухин уверен, что основная борьба развернется между Карбышевым и Ульяновым. Так как, в отличие от Туполева, оба родились в Омске. И по предварительным результатам пока лидирует Карбышев на второй строчке Ульянов. Впрочем, ситуация еще может поменяться. Голосование продлится до 30 ноября. Имена победителей объявят 5 декабря. В поселке Приветное построят газопровод. Работы начнутся в ближайшее время. Об этом на встрече с представителями непарламентских партий заявил губернатор Александр Бурков. Сообщения от людей по поводу задержки с проведением газа, а также о других проблемах поступили в партию дела. Неделю назад политики передали всю информацию главе региона. И сегодня Бурков озвучил конкретные решения. С потенциальными подрядчиками, способными обеспечить Приветное голубым топливом, уже начались переговоры. Правительство окажет финансовую поддержку. К слову, газ должен был появиться в поселке еще в 2014 году. Однако организация ведущей работы обанкротилась. На встрече был затронутый вопрос транспортного сообщения из деревни Путинцево Омского района. После обращения к губернатору количество рейсовых автобусов, заходящих в поселок, увеличилось. Как отметил Бурков, в регионе ведется оздоровление транспортной отрасли. За счет областных дотаций приобретаются новые автобусы. Сегодня во всем мире отмечают День добра празднику ровно 20 лет. Впервые мероприятия, посвященные добру, прошли в Токио в 1998 году. Тогда состоялась первая конференция движения доброты. И в Японию прилетели представители Австралии, Канады, Таиланда, Сингапура, США и Великобритании. Позднее присоединились и другие страны, в том числе и Россия, в 2009 году. Цель праздника — объединить людей всех наций вне зависимости от различий в культурном наследии, вероисповедании и языке. Дата призвана подчеркнуть значимость хороших поступков. Только это, уверены идейные вдохновители Дня добра, позволит всему миру успешно противостоять войнам, насилию, терроризму и прочим бедам, помогая народам сохранить уникальность и самобытность. К акции присоединились и Амичи. К примеру, сегодня в социальные центры люди могут принести теплую одежду, игрушки, книги и посуду. Эти вещи передадут малоимущим, а также погорельцам. Вот на сегодняшний момент только граждан больше четырех тысяч. И хочу сразу сказать, что это примерные подсчеты, потому что многие собирают целыми подъездами, и мы видим только одного, кто нам привез. Кто-то целыми семьями, скажем, своими кланами вместе собирают. Поэтому это примерные цифры. Недавно разбирала гардероб, на самом деле. Очень много вещей, которые просто не ношу. Не нужных совершенно. Жалко, что они будут лежать. Между тем, Омск признан одним из самых добрых городов России. Определился этот факт как раз потому, насколько часто жители города отдают товары даром. Мы на 11 месте по доле объявлений с бесплатными товарами. При этом эксперты отмечают, Амичи стали добрее. На 70% чаще в этом году, чем в прошлом, мы дарили вещи. Самые же щедрые жители живут в Новосибирске. Назначение в правительстве сегодня стало известно имя нового начальника Гожил инспекции региона. Должный занял член общественной палаты Омска области в сфере ЖКХ Александр Бурых. Распоряжение об этом подписал Александр Бурков. О возможном назначении Бурых инсайдеры говорили с конца лета. Они отмечали, что имя общественника известно, особенно в управляющих компаниях. Он хорошо понимает реалии рынка коммунальных услуг в Омске. Добавлю, что прошлого начальника Гожил инспекции Сергея Плисова уволили в связи с утратой доверия. И вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру смотрите в 19.30. После боя курантов в новом 2019 году экраны телевизора в домах Омичей станут черными. Страшный сон или цифровизация пройдет без проблем. С 1 января вся Россия переходит на новый формат. Уже в цифре вещают федеральные каналы. В экспериментальном режиме несколько дней смотрят любимые передачи жителей Твери. Но будет ли по всей России передаваться качественная четкая картинка без помех? Придется ли менять телевизоры? Ведь цифры поймает только техника, выпущенная после 2012 года. И главный вопрос, сохранится ли региональное вещание, так как в мультиплексы областные и городские телекомпании не вошли. Елена Бабкова разбиралась в телевизионном вопросе. Домашний кинотеатр «Зимний сад» из Пазона с доставкой на собственном лифте. Все это за 175 миллионов рублей. На продажу выставили самую дорогую квартиру Омска. Элитный пентхаус разместился на двух этажах высотки на Иртышской набережной. Для хозяйки квартиры предусмотрен большой гардероб и даже холодильник для шуб. Готов ли кто-нибудь в Омске выложить баснословную сумму за 450 квадратных метров? Ведь даже в элитных домах Москвы жилплощадь порой стоит гораздо меньше. И какие вообще в мире известны случаи самых дорогих квартир и, напротив, самых дешевых? Смотрите в вечернем выпуске новостей. Как зарабатывать добрыми делами? Кому в Омске требуется помощь социальных предпринимателей? И какие льготы положены таким бизнесменам? Эти и другие вопросы сегодня затронут ведущие программы «Тот еще вечер» на нашем канале. В прямом эфире Наталья Змага и Андрей Крылов познакомят телезрителей с создателями социального проекта «Гармония», открывающего двери новых пансионатов для пожилых людей. Каждый сможет поучаствовать в голосовании и высказать свою точку зрения по телефону прямой линии 695-644. Если у вас есть идеи проектов социальной направленности, но вы не знаете, с чего начать, смотрите. Сегодня «Тот еще вечер» в 19.00. И о спорте. Омский авангард сухую разгромил Хабаровский Амур. Первый после перерыва, связанный с Евротуром, домашний матч подопечный Буба Хартли завершили со счетом 3-0. Нападающий Денис Зернов первым поразил ворота соперника на 10-й минуте. Во втором периоде бомбардир авангарда Сергей Широков укрепил преимущество «Ястребов». Не подвел команду и шведский новичок. Еще в первом периоде Виктор Стольберг создал два голевых момента. А в третьем завершил комбинацию партнеров дебютным голом, установив окончательный счет. Ну а глухую оборону на протяжении всего матча держал голкипер Игорь Бабков. Следующий матч «Авангард» проведет в Балашихе завтра, 14 ноября. Омским «Ястребам» предстоит сразиться с московским «Динамо». Омский пловец выиграл чемпионат России. Мартин Малютин завоевал золото на дистанции 1500 метров вольным стилем. Эта медаль стала для Мартина третьей на чемпионате. Ранее он завоевал серебро на дистанциях 200 и 400 метров. Таким образом, Амич хорошо выступил на более коротких дистанциях, но королем стал на длинной. При этом Мартин всего на полсекунды опередил спортсмена из Ханты-Мансийского округа и занял высшую ступень педестала. Также еще одну награду в копилку команды в Омской области добавил Рустам Гадиров. Мастер спорта международного класса был вторым на своей коронной дистанции 200 метров брасом. Чемпионат страны проходил в Татарстане, в Казанском дворце водных видов спорта. В соревнованиях принимали участие более 900 спортсменов из 61 региона России. Эти соревнования являются отборочным стартом для участия в чемпионате мира, который пройдет в Китае в середине декабря. Далее на 12-м канале прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. При покупке профнастила. Уголок и саморезы в подарок. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. И о погоде. Завтра, 14 ноября, по области ночью пройдет снег. Днем без осадков. Ночная температура воздуха в районах 5-9 градусов холода. Днем минус 7-8. В Омске осадков не ожидается. Ночью до 10 мороза. Днем 7-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Далее на 12-м канале продолжение сериала «Вызов. Отражение». Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин